По словам очевидцев, женщина пыталась перебежать через дорогу, но из-за перекрывающего видимость автомобиля не заметила движущийся трамвай. Такая спешка стала для неё роковой. Слева по ходу движения вагона расположено транспортное средство, из-за которого, как я уже указал, со слов находящихся на месте очевидцев и со слов нашего водителя, пешеход перебегала проезжую часть. По какой причине пешеход пересекала трамвайное полотно, пока это не установлено. Трамвай шёл по 28 маршруту. Выезжая на участок дороги, который идёт вниз, водитель заметил женщину. Но было уже поздно. Она не смогла экстренно остановить 18-тонный вагон. Как результат, девушка оказалась под колёсами транспортного средства. Водитель применила меры экстренного торможения, одновременно подавая звуковой сигнал. Однако пешеход в эту сторону, в сторону приближения транспортного средства не смотрела, продолжала двигаться. Вследствие контакта передней частью управляемого вагона, тело пешехода переместилось под переднюю тережку с левой стороны. На данный момент пострадавшая находится в реанимации 11-й городской больницы. Одну ногу врачи уже ампутировали, а вторую пытаются спасти. Пострадавшей нужна была кровь первой положительной группы. Сотрудники Горэлектротранса с этим уже помогли. Что же касается водителя трамвая, то она также находится в тяжёлом состоянии. У женщины шок. Водитель в шоковом состоянии. Сейчас ей в нашей медсанчасти оказывают медицинскую помощь. В дальнейшем, до момента выяснения, водитель будет отстранена от отправления вагонов до тех пор, пока будет установлена её, если её в этом вина. Следствие должно установить виновных в этой трагедии. Но в очередной раз этот случай должен послужить нам напоминанием о том, что на дороге нужно быть внимательным.